Здравствуйте, дети мои! Много же вы мне накидали вопросов. Напомню, что большая часть откидывается по вречении того, что я не считаю нужным отвечать на них, или же потому что ответ на них давно был дан. Хотя, учитывая, что прошлых частей уже 5 штук, то вероятность того, что я отвечу на повторившийся вопрос, в этот раз немного возрастет. В любом случае, не расстраивайтесь, я и так пытаюсь ответить на все. Не особо поняла этот вопрос. Любимые истории в Adventure? Если речь идет о геймплее, то мне нравится геймплей Соника, Наклза и Эми отчасти, ибо я росла на подобных платформингах. И если именно что о сюжетных частях истории, то их я просто воспринимаю как целостную историю и выбирать ничего не буду, ибо вся история мне нравится. Чего больше всего ожидаешь от Соника в 2022? Чего-нибудь хорошего. Играла в фан-игры по Сонику? Если PL6 не считается, то нет. В Undertale? Нет. В Final Fantasy Sonic? Тоже нет. Какие игры по Сонику порекомендуешь новичкам? Очень тяжело дать ответ на это. Старые игры, конечно, можно, и, наверное, даже нужно рекомендовать, но велика вероятность, что новичкам не придутся они по вкусу, из-за того, что они, мол, уже старые и сложные. Какие-то неплохие игры так и не выпустили на ПК, а Адича 2010-го лично я бы не стала рекомендовать никому. Как в первый раз узнала о Сонике и почему решила делать по нему анимации? На первое у меня в качестве ответа есть видео знакомства с Соником. На второе вроде отвечала когда-то, но не помню когда. Короче, начала делать анимки именно по Сонику, потому что в то время больше всего была обвлечена именно этой вселенной. И мне нравились переделки кассцен от других SFM аниматоров. Тогда я захотела делать подобное. Какой нелюбимый персонаж из Соника? Среди каноничных таких персонажей нет. Есть только те, на которых пофиг. А из неканоничных, я думаю, вы и так догадываетесь, кто мне не нравится. Эми или... Что думаешь, еще не вышедшая из Соник Фронтирс? Пока не покажут геймплей или еще какую-нибудь новую инфу не дадут, ничего думать не буду. Ждешь Соник в кино 2 и Соник Прайм? Может и жду, но уж точно ни на что не надеюсь. В частности, касательно Прайма. Сидела на Соник Ворлд? Нет. Чего ждешь от второй части киношного ежа? С самого фильма... Все, чего я ждала, было показано в трейлере. Делала обзор на PO6. Я не обозреваю игры. А вот мои друзья, да. Бесит Сонеми или что-то подобное. Не бесит до тех пор, пока этим не тыкают в лицо. Ровно как и прочие шиппинги. Как тебе идея, если бы у России был свой Соник? Как у Америки и Японии. Плохая идея. Имеющейся путаницы в лоре уже достаточно. Как относишься к этим Соникоблогерам? Никак-никак, бружу-никак. Ну а как еще на это отвечать? Это вообще кому-то интересно. Что думаешь о новых персонажах в комиксах? Открою страшную тайну. Я уже не помню, сколько месяцев назад перестала читать новые выпуски. Да-да, мне просто стало скучно. И новых персонажей я не знаю. Вот. Любимая и нелюбимая игра про Соника? Unleashed и Colors. Какой любимый русский кавер по Сонику? With me. Спрашивать Соник или Наклс не буду. Спасибо. Зато спрошу Цой или Любе. А что делать, если ни того, ни другого полноценно никогда не слушала? Слушала Саботом, Fight the Fury, Power Wolf, Times Square и Disturbed. Доводила я слушать только последних, но то, что я слышала, мне не особо зашло. Какой поджанр рока любишь? Я подробно в этих жанровых штучках не разбираюсь. Для меня рок почти все, что орет. И все это я люблю. Нравится какая-нибудь ретро-музыка? 80-х, 70-х или 60-х? Так получается, что в основном я слушаю музыку из нулевых. И частично из 90-х и самого начала 2010-х. Все до 90-х я, может, и могла слышать, но просто не помню этого или не в курсе, что они из того времени. Но если говорить в целом, я люблю старую музыку. Какую музыку ты любишь? Больше всего люблю джаз, рок, метал, классическую, амбиенты. Может, еще что-то, я просто не уверена, как они называются. Короче, я много чего слушаю. Как относишься к шутерам старой закалки? Я в них играла? По-моему, нет. Когда познакомилась с серией Half-Life? В 2009 году видела, как играют в Half-Life 2. Какая анимация по этой вселенной больше всего нравится? Ой, спросили. У меня ж нет привычки лайкать понравившееся видео. И как теперь искать? Короче, из того, что помню, Stalkers, Make Your Time и Half-Life Alyx Animated. Их наверняка больше, но я, правда, не помню. Скорпион или Саб-Зиро. Ай, не знаю. Мне всегда как-то симпатизировал Куэлиан, но их Ханза мне нравится. И Зону Басайба-то играть люблю. Да блин, короче, Саб-Зиро. Встаньте. Отношение к серии игр Пересона. Я даже не особо-то и знаю, о чем эта серия игр. Да и не вызывала интереса особо. Достали подростки. Отношение к стелс-экшенам. Сама не играла в них и сериями игр не интересовалась. Принц Перси. Не играла, не смотрела. Как узнала о покемонах? Через аниме году в 2010. Но в очень раннем детстве у меня был плюшевый Пикачу. Откуда-то. Как относиться к ФНАФу? Я потеряла интерес к ФНАФу в 2016 году. С 2014 по середину 2015 я фанатела по этой франшизе. Потом же мне было дело только до персонажей и некоторого фанатского творчества. Сейчас я и не люблю его, но и не ненавижу. И не интересуюсь, в общем. Как тебе ФНАФ 9? Не знаю, я бы в него не играла. Играла ли в детстве в отечественные кривые ПК игры? Блин. По-моему, не доводилось. Не знаю, хорошо это или же это супер упущение. Как относишься к франшизе Angry Birds? Я по ним задротила, когда они были очень популярны. Когда там 2010 год, 2012. В общем, в то время. Также любила смотреть 2D мультики по ним. А гаджеты так или иначе имели на себе 2-3 игры. Позже я куда реже возвращалась в игры. Последняя вроде была игра про стелу в 2015 году. Фильм я не смотрела и в целом франшизой не интересуюсь. Но эй, у меня все еще есть это. Пробовала ремастеры GTA. Да, я качала все три части с Торрента. Но поиграла лишь немного в Тройку и Вайс Сити. После чего удалила все, ибо слишком пекусь о памяти на компе. Ну так, я вроде не испытала никакого дискомфорта в этих играх. Мне было удобно наконец-то вертеть камерой в транспорте. И на баги каким-то чудом я не напоролась. Впрочем, оригинальную трилогию я полностью еще ни разу не проходила. Оттого я так спокойно отнеслась к ремастеру. Какие жанры предпочитаете? Мне кажется, что мне может зайти все что угодно, если у этого будет хорошее исполнение. Ну а так, конечно, топлю за тарковость, мистику, ужасы, экшен, драму, комедию, фэнтези, няшность и дружбу и семью. Читала официальные комиксы по MLP. Я читала, точнее, смотрела зачитывание комикса про Nightmare Rarity. И больше ничего. Вроде и хотела как-то начать, но тут же вновь откидывала в сторону, глядя на некоторые скриншоты. Как относишься к пони из нового поколения? Кому интересно, я делала обзор на G5. Коротко скажу, мне не особо нравится новая пятерка пони. Как относишься к тем, кто шиперит себя своих ос с каноничными персонажами? Вся кринж. Пиперс или Вондер? Ты слишком хорошо меня знаешь, рандомайзер. Какой любимый персонаж из Вондера в Яндер? Ой, люблю вопросы, на которые легко ответить. Вондер. Причем не только любимый персонаж из этого мульта, а любимый персонаж в целом. Будешь делать анимации по вой? Я делаю 3D анимации. А 3D моделей этих персонажей нет. Кроме домки, может быть. А заказывать их у кого-то я не буду. Ибо эти персонажи все же куда лучше работают в 2D. Тут ответ как бы очевиден. Максимум, если бы у меня было желание и рвение рисовать, я бы делала какие-нибудь раскадровочки с мини-историями. Не, ну а что? Конец G4Norm, вопросов нет. Я не знаю. По мне так сериал должен был закончиться раньше. Финал мне нравится куда меньше всех ранних сезонов. И я до сих пор его даже не пересмотрела. Вопросов-то может и нет, но мне все равно как-то мало истории Селестии и Луны. За таким только фан-творчество идти и приходится. А еще твист с жеребенком была ультра-кьюта, взрослая... Как тебе франшиза Скуби-Ду? Сильно ею никогда не увлекалась. Но смотреть какие-то мультсериалы доводилось. А в раннем детстве еще в какой-то квест играла. Смотрела корпорация Тайна. Вроде нет. Триггерят люди, которые из-за внешки ее называют Велму лесбой. Я даже больше скажу. Меня просто бесит подобное вешение ярлыков на персонажей или реальных людей. Типа парень с длинными волосами, пирсингом или просто не походит на какие-то там важные представления о настоящих мужиках. Ха-ха, гей. Девушка, которая не любит женские штучки. Ха-ха, лесба. Да, я по такой логике тоже лесбиянка. Добрый день. В общем, даже в шутку это просто как-то мерзко. Я не думаю, что самим представителям этих ориентаций приятно наблюдать за подобным. Считаешь ли ты концовку 139 с половиной главы Атаки Титанов клиффхенгером? Вряд ли. Скорее просто считаю, что эта глава говорит все циклично. И несмотря на все ваши достижения, история рано или поздно повторится. Ибо сколько веков люди продолжают наступать на одни и те же грабли. И по-прежнему готовы глотки друг другу перегрызть. Пусть когда-то давно, пережив страшные войны, и могли поклясться, что этого больше не повторится. Однако где мы сейчас? Короче, мы идиоты. А вот как по мне все же закончен. Ждешь другие мультсериалы по играм на Netflix? Я не сижу на Netflix. Отношения к перезапускам советских мультфильмов. Включая, ну погоди, каникулы. Мне они просто не интересны. Смотрела я только первые серии нового простоквашина и в принципе отнеслась к ним никак. Новый, ну погоди, я не смотрела и не хочу. Ибо в нем меня ничего не привлекает. Вся эта современность, какие-то там любовные треугольники, скучно. Как относишься к бедкомедиану и русскому кинематографу? К беду нормально. И смотрю его. Современный российский кинематограф не особо люблю. И не хочу смотреть ничего из этого. Будь то фильмы или сериалы. У нас так много шуток про секс. Серьезно, мне этого мусора и в интернете по горло хватает. Смотрела на днях что-нибудь новое из кино? Пока нет, но думаю сесть за просмотр Inception. Как тебе мультсериал Литл Спэдшоп 2012? В 12 и 13 годах я его смотрела. Сейчас даже ни одной серии не помню. Как тебе Человек-паук нет пути домой? Я не увлекаюсь пауком. Смотрела Наруто? Полноценно нет. Хотя один дед и пытался меня заставить. И частично он это сделал, показав какую-то рандомную серию рандомного сезона. Но меня не сломить. Так что, Тимофей, вы все еще планируете подсадить меня на Наруто? Конечно, ты должна узнать эту прекраснейшую историю. Все, кого я посаживал на Наруто, говорят, Тимофей, ты какой же это прекрасный аниме. Спасибо, что ты посоветовал меня посмотреть. Я не рофлю, реально есть такая девочка, которая мне так сказала. Одна? Все, кого я посоветовал? Там есть одна девочка, короче. Я просто ее одну и подсадил пока что. Пусть так и остается. Что думаешь о пони-креаторе и той эпохе на ютуб? Пони-креатор может быть годен лишь как основа для персонажа или ос. По которой потом можно нарисовать уже полноценный законченный образ. Но делать полноценных персонажей в нем? Или снимать в нем какие-то сериалы или 18 плюс клипы? Эй, это так кринж. Какая SFM, G-MOD, анимация у тебя любимая? Или автор? Мне доставляют работы TheFuck и Everfree Team. Касаемо G-MOD, когда пытаюсь вспомнить что-то, мне нам только аутфажные видео приходят. Вроде работ Kittio706. Или... Yeah. Какие вещи бесят в рисовании? Ну, во-первых, это основа рисунка, самое начало. Мне уходит миллионы лет на то, чтобы хоть примерно правильно вырисовать идею своей головы в виде мега-корявого наброска. Потом этот же набросок еще раза два перерисовывается. Во-вторых, конечно же, руки и большая часть ракурсов, что не являются профилем или анфасом. Как относишься к твиттеру? Точнее, творческой его части. Твиттер такой страшный, что я там больше двух минут провести не могу. Если только не шарюсь на странице какого-нибудь автора любимой франшизы, конечно. Творческой части... Я... Не знаю. Нормально. Типа, опять же, я не углубляюсь в твиттер, но творчество, на которое я натыкалась, там все же в основном хорошее. Планируешь и туда свои новости о канале переносить? Нет, 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 нет. Задумывалась, что через такое время сможешь достичь такого результата, как сейчас. Мэйд, когда я только зарегалась на ютубе, я была полностью уверена, что на следующий день после публикации видео у меня уже будет 10 тысяч просмотров. Но когда реальность в виде медленная и с года в год набирающегося актива смачно дала мне по лицу, то да, тогда я уже действительно не ожидала, что куда-нибудь такого достигну. Что тебе нравится наблюдать в своем творчестве? По-моему, я все же больше всего люблю свои мвшки. Какой у тебя микрофон? Этот. Какой микрофон посоветуешь по соотношению качества-цена? Я немного не тот человек, которому стоит задавать такой вопрос. Ну, мой микрофон меня вполне устраивает и стоит нормально. Какой вид анимации ты любишь? Я смотрю и наслаждаюсь любыми видами анимации, если они хорошо сделаны, конечно. Как там ситуация с кражей видео? Не повторялось? А я даже не знаю. На ТикТоке убогая система поиска видео, так что вероятность, что кражи повторились, есть, но как мне их найти, уже вопрос получше. Есть ли планы на видео нового формата? Я подобным особо не думала. Хотела бы снять свой мультфильм, фильм или сериал? Скорее нет, потому что у меня очень плохо с придумыванием собственных персонажей и продуманных историй. Поэтому я больше интерес проявляю к творениям других людей и предпочитаю что-то делать по их франшизам. Хотя я и так уже снимала сериалы когда-то. Супь я слово. Как долго будешь вести канал? Пока силы не иссякнут, но пока вроде все нормально. От чего зависит частота видео? Наверное, от моей менталки. Ну и вдохновения, да. Как твои зрители могут тебя поддержать? Да как угодно. Обычный просмотр видео уже поддержка. Комментарий тоже. Большой и душевный комментарий поддерживает не только канал, но и меня саму. Распространение видео в любом его виде всегда будет полезно. Ну и последнее. Финансовая поддержка на случай, если кто-то считает это необходимым. Планируешь когда-нибудь переходить в S2FM? Без тысяч моделей мне в нем делать нечего. Вот если и портируют когда-нибудь, то может быть. Насколько чувство удовлетворения конечным проектам перевешивает весь негатив в процессе его создания? Сильно, конечно. Вообще, введить итог и, конечно же, быть довольным им – просто шикарное чувство, которое еще какое-то время не отпускает. Планируешь когда-нибудь записывать видео о том, как делаешь анимации? Наверное, нет. Скучный процесс. Собираешься ли устраивать мэпы на своем канале? Нет. Процесс работы над моим единственным мэпом был неприятным. И просмотров по итогу код на платку. Но вы все еще можете бок о бок со мной работать в Blue Blue Rayfaria. Сколько подписчиков хочешь добить к концу года? Без разницы. У меня нет таких целей. Какой ваш любимый цвет? У меня есть любимое дуо цветов, за которые я готова душу отдать – оранжево-фиолетовый. Ну и еще из отдельных цветов люблю зеленый и темно-синий. В каком стиле одежды предпочитаете быть? Да главное – просто быть в одежде. В стилях этих ваших ничего не понимаю и не хочу понимать. Длинные или короткие волосы? На своей голове всегда предпочитаю видеть длинные волосы. Наверное, чтобы было удобнее закрывать ими лицо и больше соответствовать своей шайперсоне. Ну или Самару Морган косплеить. А так, мне и короткие нравятся, но не на себе. Насколько я поняла, вы любите кошек. Это ваше любимое животное? Я многих животных люблю. Даже хотелось бы взять в руки какую-нибудь там шиншиллу или ежика. Или вообще собаку завести, но куда мне. Знаю, что больше не имеешь отношения к ЛПС-тубу, но сами игрушки тебе нравятся? Да, игрушки forever все-таки. Будете ли дальше делать распаковки посылок ЛПС на другом канале? Да, ведь я как раз заказала новых пэтов и осталось только их дождаться. Если бы была возможность отправиться в какие-либо страны, какие бы вы выбрали? Я бы, наверное, хотела попасть в Эстонию, встретиться там с подругой. Хотя и вероятность того, что я буду слишком неловко себя чувствовать велика. Еще я бы хотела побывать в Англии, может даже и в Японии, хотя у меня сильная фобия природных катаклизмов. Или в какую-нибудь теплую страну, море, пляжи, все дела. Или еще лучше, куда-нибудь, где тихо и спокойно, подальше от всех безумств этого мира. Были животные, кроме котов? Конечно. Черепахи были, обе, правда, прожили лишь неделю, потому что... речины. Потом и два попугая, которые, по-моему, задолбали всех своим чириканем уже в первые дни. Затем, в какой-то свой день рождения я захотела завести хомяков. Ну, или крысу, как повезет. Мне подарили двух джунгарских хомяков, самца и самку. Они, конечно же, потом плодились как не в себя, временами пожирали своих детенышей, кто-то даже на колесе повесился однажды. Классные животные, короче. Родичам потом надоело, это воня и бесконечная плодотворность, так что их отдали. Ну и потом еще какое-то время у нас были рыбы. О них говорить нечего, а это рыбы. К сожалению, Дарвина среди них не было. Ты панк? Нет, но я хотела быть им лет в 10. Или годом. Вот. Как себя чувствуешь? Не шикарно, но в последнее время куда лучше, чем в прошлые месяцы. Да и не болею. Любимая погода? Для моего организма не существует идеальной погоды, но чисто эстетически я большое предпочтение отдаю дождю. Может, даже с грозой. Мне нравится, когда ты говоришь спокойно и сладко. Но почему ты иногда кричишь, нервничаешь и злишься? Для видео это всего лишь акт. Но в жизни я тоже могу быть довольно взрывной. В окружении людей я часто спокойна, и лишь изредка моя вспыльчивость может выйти на волю. Зачастую же это происходит, когда я одна. Но я умею быстро успокаиваться. В общем, просто примите как должное, что агрессия так или иначе часть меня. Есть места, в которые хочется побывать, но ковид не позволяет, кроме локации Соника. Но к компу вроде все еще могу подойти, так что нет. Что понимаешь под словом «любовь»? Для меня это слово больше, чем банальное отношение или сношение. Семья, дружба, взаимопонимание, поддержка и многое другое. Все это любовь. Я ценю любовь. Я не против нее. Я против навязчивого шиперства. Однако и не все аспекты любви мне по силе понять. Вроде романтической или вратско-систенской. Но за второй я очень люблю наблюдать в произведениях. И все же я никогда не буду против отправить кому-нибудь сердечко или обнять. Потому что это мило. Какой важный совет могла бы дать людям, исходя из жизненного опыта? Можно сказать «не рождайтесь мной»? Нет? Ладно. Тогда, наверное, не бойтесь просить помощи других. Я никогда этого не делаю. И поэтому, наверное, все, что вы видите на этом канале, я делаю в солянку. Это порой создает траблы. Но я просто не могу заставить себя просить кого-то с чем-то помочь. Хотела бы прожить 150 лет. Столько всего можно сделать за это время. Например, снять 129 видео ежегодных ответов на вопросы. Хоть, да я даже сейчас не знаю, что мне в жизни делать. Че же будет в какие-нибудь там 90 лет? Нет, думаю, не хотела бы. Хотя я и боюсь смерти. Что тебя вдохновляет? Искусство в любом его виде. Порой даже книги, что я редко читаю. Или фанфики. Страшное слово, да. Что тебя беспокоит? Сама жизнь. Ты дед инсайд? Всегда была. Было два козла. Сколько? Их уволили. 4663,5 часов. Насколько плоха или хороша жизнь студента? А мне почему знать? А уже все, что ли? Как-то неожиданно все закончилось. Ладно, все. Увидимся когда-нибудь в следующем ролике тогда. Спасибо за просмотр. Сайонара. Неправда, Гоку сильнее. Он тремя ударами чуть сильнее, но не разъебашил. А что может твой блондинственный мальчик? Подожди. Мой блондинственный мальчик, это красиво. Голубоглазый. Он просто может быть на тебя похожим. Это все, что он может. А вот Гоку, он вообще ничего не сделает. Он даже не моргнет, когда наруто его разных ганам. Гоку возьмет Генкидаму, просто из-за шандарах. Да какая проблема закастовать, Росенширик? Да, да, да похуй. Вот Сону Гоку вообще плевать на Росенширике, на все вот эти производные. Вот плевать. Вот Сону Гоку Генкидаму сделает. Вот в Ультра Инстинкт 2 идет. И твой народ, короче, все, и не твоего народа. Вот так вот. Это что-то зря-зря думаю. Мой папа побьет твоего папа.